Сегодняшнее видео посвящено самым известным средствам корейской косметики. Те средства, которые являются бестселлерами, которые вы любите или наверняка где-то встречали, например, вот эта сыворотка от Misha Time Revolution или, например, вот этот знаменитый тоник от L'Anesh, о котором вы меня очень часто спрашиваете. Я тестировала эти и другие средства несколько последних месяцев. Подведу сегодня финальный итог, стоит ли их покупать и кому они подойдут. Друзья, всем большой привет с возвращением на мой канал. С вами снова Катя и мой канал посвящен уходу, питанию и косметике. У меня такой научный подход. Учу вас разбираться в составах, ингредиентах, как это все влияет на нашу кожу, чтобы вы сами смогли подобрать идеальный для вас уход. Так вот, пару месяцев назад здесь на YouTube и в Instagram я просила, чтобы вы поделились со мной вашими главными любимыми фаворитами именно корейской косметики. Поняла, что их достаточно много, составил для себя такой большой длинный список. Все заказала, распробовала, так что сегодня делюсь финальными мыслями. Давайте обо всем по порядку. Многие из вас мне сказали, что вашим главным любимчиком из корейской косметики является вот этот очищающий бальзам от бренда Ароматика. Сразу скажу вам спасибо большое, что порекомендовали мне попробовать это средство, потому что я влюблена. Это действительно очень классный бальзам. Вы знаете, что я очень люблю такие очищающие бальзамы. Ну, в первую очередь, потому что они очень хорошо растворяют макияж, но и также потому, что я использую BB крема, я использую SPF крема практически каждый день, когда выхожу на улицу точно. Поэтому для того, чтобы поры не забивали, чтобы было такое мягкое очищение кожи, такие бальзамы это мой большой фаворит. Но уникальность именно этого в его составе и в его текстуре. По текстуре этот бальзам напоминает мне очень густую сметану. Он настолько шелковистый, он настолько очень хорошо, мягко распределяется. Действительно, ощущение такого по-настоящему люксового продукта. Это как раз таки происходит за счет того, что в составе есть несколько очень классных масел для нашей кожи. То есть основа этого бальзама это масло подсолнуха. Это то, что вы видите первым таким ингредиентом в списке, и это очень здорово. Потому что само по себе масло подсолнуха, оно имеет такой сбалансированный профиль вот этих жирных кислот. Я как-нибудь обязательно сниму видео отдельно о маслах, но суть в том, что очень важно, чтобы кислоты не были, например, сильно в них было много олеиновой кислоты или линолевой кислоты. Это все очень влияет именно на наш защитный липидный барьер. Также есть еще и в составе масло абрикоса, которое является отличным антиоксидантом. Есть масло косточки бразильского дерева. То есть это не просто какое-то одно масло в составе, которое будет растворять такие жирные что ли загрязнения на вашей кожи, а именно несколько масел. И при этом есть всего лишь один эмульгатор. Эмульгаторы как раз таки те ингредиенты, которые помогают из масла сделать молочко, когда мы умываемся, для того, чтобы оно очень хорошо смывалось. Сам факт, что там всего один эмульгатор, говорит о том, что это средство, оно очень мягкое. Это то, что будет слегка, возможно, оставлять такую очень тонкую жирную пленку на лице. Это ни в коем случае не какой-то негативный момент. Это наоборот очень хорошо для смягчения и питания кожи. Поэтому я считаю, что это средство подойдет для разных типов кожи. Она настолько мягко очищает действительно кожу, что подойдет и жирный, и сухой, и комбинированный. Я им с удовольствием пользуюсь уже несколько месяцев. Но имейте, конечно, в виду, что это средство именно для первого этапа очищения, что нужно после этого будет умыться гелем, пенкой или там кремом разным каким-то вашим любимым средством. И, кстати, если сравнивать это средство с бальзамом от All Clean Balm, наверное, все-таки оно мне нравится немножко больше. Этот бальзам от Hemish я очень люблю, много раз его показывала. Но если сравнивать по составу, я просто чувствую на себе и прекрасно понимаю, что бальзам от ароматики, он гораздо более простой по составу. Он более натуральный, в хорошем смысле слова. И действительно, в его основе находится именно масло. В основе именно этого бальзама от Hemish идет просто-таки очищающие вещества. Поэтому, если вы хотите более натурального, простого, такого люксового даже по ощущениям состава, то обязательно пробуйте этот бальзам от ароматики. Но, в принципе, и средство Hemish я тоже буду продолжать им пользоваться. Но раз мы уже говорим об очищении, конечно, куда без вот этого средства, знаменитейшего просто от бренда CosRx, который называется Low pH Good Morning Gel Cleanser. Я не знаю, почему мне заняло так много лет для того, чтобы попробовать наконец-таки это средство. И, в принципе, могу сказать, что я понимаю, почему это средство очень многим подходит. Мне кажется, что это средство одно из первых, которое обращает наше внимание на pH уровень средств для умывания. Это очень важно для всех типов кожи, не только если у вас кожа проблемная. Так вот, здесь указано, что это Low pH, это очень хорошо, потому что, в принципе, pH уровень нашей кожи, он достаточно кислый. И мы должны поддерживать его на определенном, таком комфортном и правильном уровне для нашего липидного барьера. Кроме того, в этом средстве очень хорошая комбинация различных павов. Павы это поверхностноактивные вещества. Это то, что как раз-таки и очищает нашу кожу. И они бывают разных типов, бывают те, которые являются очень сильно очищающими. Так вот, их должно быть в средствах меньше. То есть, в идеале их вообще не должно быть. И либо они должны быть сбалансированными другими, очень мягкими очищающими павами. Если хотите, я могу, возможно, снять отдельное видео о павах, чтобы вы сами смогли, просто глядя на средство для умывания, понять, насколько оно будет чаящим для вашей кожи. Кроме того, в этом средстве есть большое количество различных экстрактов. Есть масло чайного дерева, и это чувствуется, когда вы его наносите на кожу. Именно вот это чайное дерево, у него только достаточно интенсивный аромат. Кроме того, у него еще есть бетаин-салицилат. Это одна из форм именно салицилой кислоты. Она здесь находится в минимальном количестве, но тем не менее она здесь есть. Все эти ингредиенты делают это средство подходящим больше именно для жирной кожи, для кожи комбинированной, которая склонна к различным высыпаниям. Если у вас кожа возрастная, то я не рекомендовала бы проводить это средство. Несмотря на то, что павы здесь очень мягкие, это средство именно в форме геля. Вот в таких вот гелевых средствах количество павов именно в процентном соотношении гораздо выше, чем, например, в каких-то пенках или каких-то таких кремообразных что ли средствах. Это не очень хорошо именно для взрослой кожи. Это означает, что средство будет немножко больше очищать, чем нужно, и воздействует на и без того очень обычно тонкий либидный барьер. Я, кстати, уже где-то говорила, если вы хотите смягчить действие гелевого средства на кожу, то просто вспейте его в руках до того, как вы его наносите. Я, в принципе, делаю так всегда, и таким образом просто количество этих павов в соотношении будет немножечко меньше, что очень хорошо для нашей кожи. Давайте немножко пройдемся, так сказать, по различным тоникам. Вы знаете, я их очень люблю, идеально подходят они для жирной, комбинированной кожи, для того, чтобы давать вот это вот увлажнение, питание, выполнять свою функцию, но при этом кожу не перегружать. Поэтому у меня всегда в арсенале как минимум 3-4 тоника разных всегда есть. Многие из вас не сказали, что вот это вот средство от Blythe, которое называется Vital Treatment, и это такой бобовый что ли тоник, он является одним из самых лучших. Я, в принципе, очень так уважительно отношусь к бренду Blythe. Все, что я от них пробовала, мне все очень нравится и все очень подходит, в том числе, кстати, и из сплэш-маски. Так вот, особенность этого тоника, вы видите, у него такая совершенно необычная, такая густая текстура, что я тоже очень люблю. В основе этого средства и первым ингредиентом здесь идет именно экстракт соевых бобов. Это то, что является отличным антиоксидантом, вы знаете, как я очень антиоксиданты люблю. И кроме того, это средство, которое очень хорошо смягчает кожу. Среди других бобов есть еще арахис, чечевица, фасоль, также есть еще ферменты и даже небольшое количество пептидов, и именно пептид, который называется Matryctil 3000. В общем, состав у этого средства действительно золотой. Если же говорить о том, как это средство воздействует на кожу, то в первую очередь я заметила, как хорошо эта кожа питает, увлажняет и по-настоящему смягчает. Средство обычно я это наношу именно после умывания, как утром, так и вечером, и кожа буквально, вот знаете, как губка его впитывает, и остаются очень такое мягкое, приятное ощущение. Но при этом это не что-то жирное, поэтому я считаю, что в принципе это средство, этот тоник подойдет для всех типов кожи. Даже если у вас кожа жирная. Потому что эти экстракты и бобов, они будут очень хорошо именно снимать какое-то воспаление, раздражение. Когда вот у нас кожа находится в стрессе, и это очень тяжело писать, когда наш организм, наше тело, наши мысли находятся в стрессе, кожа тоже остается в стрессе. Появляется какая-то краснота, какая-то раздражительность. И мне кажется, что вот этот тоник отлично с этим справляется. Наконец-то мы добрались до этого средства от Laneige, которое было новинкой прошлого года, и которым ходят легенды просто в Америке, в Европе, в России. Я знаю, что многие его хвалят, любят, и мне очень хотелось его попробовать. Средство это называется Cream Skin, и оно, по идее, обладает очень такой уникальной текстурой, потому что, с одной стороны, такой жидкий тонер, но при этом это то, что будет превращаться на коже в такой легкий крем и защищать вашу кожу от потери влаги. Ожидания у меня были очень высокие, и, как вы видите, я его не так много использовала. Именно потому, что для меня он является абсолютным двойником вот этого средства от I'm From, на который я делала отдельный обзор. Это их рисовый тонер. Если вот так вот бок о бок сравнивать эти средства между собой, то для меня, конечно, выигрывает, безусловно, средство от I'm From. Мне кажется, что с точки зрения состава, с точки зрения полезности ингредиентов, оно, ну, гораздо лучше. Такие тоники устроены так, что одна часть ингредиентов, это так называемый Humectants, это те ингредиенты, компоненты, которые удерживают влагу в нашей коже. Ну, гиалуроновый гислотан, например, один из них, или тот же самый глицерин. Но в том числе у них есть вторая часть ингредиентов, которые чаще всего это какие-то масла, которые создают очень тонкую пленку на нашей коже, тем самым помогают этой влаге оставаться внутри. Например, в этом средстве в основе идет вода, глицерин и масло косточки. Есть еще несколько других там ингредиентов, консервантов, но в основе именно эти три ингредиента. Мне кажется, что это слишком простой состав для такого средства. Если мы говорим о вот этом средстве в сравнении, то здесь есть и экстракт риса, который очень хорошо выбиливает нашу кожу, увлажняет, и в том числе даже неацинамид. Поэтому если оценивать средство от Laneige просто в отдельности от всех, то оно действительно очень классное. Это уникальная текстура, которая поможет именно увлажнить кожу. Если у вас кожа склонная к сухости, сухая, и вам нужно удержать вот эту влагу внутри в течение дня, то это средство действительно подойдет. Но если вот так сравнивать с другими средствами или вот с этим средством тоником от I'm From, то мне все-таки средство от I'm From нравится больше. За последние пару месяцев я также еще попробовала вот это вот легендарное средство от бренда Елизавета. Многие из вас написали, что это действительно такой культовый продукт, который вы продолжаете постоянно покупать, и мне стало очень любопытно. Потому что, если вы помните, я пробовала отдельную гиалуроновую кислоту именно от The Ordinary, и тогда она мне очень понравилась. У нее такая плотная текстура, она очень сильно скатывалась. И в принципе, в последнее время я не вижу смысла покупать гиалуроновую кислоту в отдельном средстве, потому что сейчас она содержится в большом количестве других таких мульти-средств, да, которые включают в себя много разных ингредиентов. Поэтому я даже никогда не думала, что куплю вот такое вот отдельное средство. Но должна сказать, что попробовав его, я поняла, почему многие его хвалят, и почему оно является таким популярным. Потому что, в первую очередь, здесь кроме гиалуроновой кислоты есть еще много действительно очень классных ингредиентов. В этой сыворотке нет воды, здесь именно в основе гиалуроновой кислоты также есть неоцинамид. Его, наверное, где-то меньше 2%, потому что он не заявлен как такой самостоятельный актив, индивидуальный ингредиент. Но при этом неоцинамид это очень хороший такой ингредиент, который, ну, выполняет море функций на нашей коже, но в том числе он помогает именно контролировать излишнюю выработку себума, да. То есть, чтобы наша кожа не очень жирнилась. Также в этом средстве есть еще аденозин, это тот классный ингредиент, который помогает нашу кожу восстанавливать, восстанавливать защитный барьер, ее заживлять. Есть еще алантаин, который тоже очень классно увлажняет и смягчает. В общем и целом, мне очень эта сыворотка, на удивление, понравилась. По текстуре она достаточно плотная, как и все средства с гиалуроновой кислотой. Но я не заметила, чтобы она как-то особенно скатывалась, чтобы она как-то нехорошо лежала под макияжем или смешивалась с другими средствами. Поэтому, в общем и целом, средства отличны для жирной кожи, для комбинированной склонной к жирности кожи, потому что это средство легкое, оно хорошо впитывается, но помогает контролировать, опять же, выработку себума. При этом есть гиалуроновая кислота, которая будет увлажнять кожу, что очень важно для жирной кожи. Так что очень классное средство. Средство, которое меня заинтриговало и заинтересовало больше всего, это вот эта вот сыворотка от бренда Mish. Она называется Time Revolution, она считается, в принципе, двойником сыворотки от Estee Lauder, которая тоже, в свою очередь, такая, ну, легендарный, что ли, антивозрастной продукт. Вы очень часто спрашиваете моё мнение об этом продукте, стоит ли его покупать, многие о нём говорят, и настолько ли оно классное, как о нём говорят. Сразу же вам отвечу, что да, оно настолько классное, сейчас расскажу, почему. Почему? Насколько я знаю, именно эта версия, которая называется Probio Ampule, то есть это уже ампула с пробиотиками. Это является такое обновление, то есть они немножко обновили формулу, предыдущую формулу я не пробовала, но могу говорить про эту. Во-первых, в первую очередь, на самом первом месте идёт как раз-таки лизат пифидобактерий. Это те самые пробиотики. Об этом виде пробиотиков я говорила, когда показывала вот эту вот маску от бренда Dr. Brand, которая называется Hydrobiotic. Я делала обзор очень классных весенних новинок, обязательно тоже посмотрите это видео. Так вот, сам лизат пифидобактерий, это такой пробиотик, который в первую очередь очень хорошо успокаивает кожу, и именно снимает красноту и раздражение. Пробиотики, в принципе, известны тем, что они помогают работать с нашим микробиомом кожи. Поэтому, если у вас есть проблемы с розоцеей, с акне, всё, что вызвано именно вот таким вот сбоем, что ли, в нашем микробиоме, обязательно обратите внимание на это средство. Кроме того, что здесь главным компонентом в этой сыворотке является пробиотик, его действительно много, это первый ингредиент в составе. Также в этой сыворотке есть различные экстракты, ферменты, которые являются пребиотиками, в свою очередь. Есть немного керамидов, даже холестерина, гиалуроновой кислоты, в общем, поистине золотой состав. С точки зрения использования, у этой сыворотки такая слегка желеобразная, что ли, текстура, но она замечательно быстро впитывается кожи, не оставляет жирной пленки и абсолютно не тяжеляет даже мою, например, комбинированную склонную к жирности кожу. Поэтому я очень рекомендую попробовать эту сыворотку тем, у кого, опять же, нарушен микробиом кожи. Это розоцея, это акне, если вы чувствуете, что ваша кожа стала очень чувствительной, то есть у вас развилась такая чувствительность кожи, например, после очень интенсивного использования кислот. Про пробиотики будет, конечно же, отдельное видео, но учитывайте, что эту сыворотку не рекомендуется использовать с различными антимикробными, антибактериальными средствами. Как вы понимаете, если, например, вы используете БИЧ-кислоту, у которой есть такой легкий антибактериальный эффект, то все действие пробиотиков будет просто нарушаться. И в том числе, конечно, не использовать здесь какими-то очень такими мощными и сильными кислотами, например, как кислоты The Ordinary, у них очень низкая кислотность, при этом высокое содержание кислот, они тоже будут нивелировать действие таких пробиотиков. Ну, в общем и целом, я очень рада, что попробовала это средство. Давайте двигаться дальше. Следующий продукт это вот такие вот знаменитые патчи от бренда Hamish, которые называются Hydrogel Eye Patch Bulgarian Rose Water. То есть это такие патчи, которые содержат в себе экстракт розы. Если вы смотрите мой канал, то знаете, что я небольшой поклонник патчей. В принципе, я считаю, что достаточно такого хорошего базового ухода вокруг глаз, и если у вас есть хороший плотный крем для лица, то его запросто можно использовать именно для зоны под глазами. Если вы хотите более целенаправленного ухода, то можно использовать, например, такие средства с ретином, которые уже будут иметь такой антивозрастной эффект. Но вот такие патчи для меня, вернее патчи, да, это средство такое соус, да, когда немножко можно напитать, подготовиться к какому-то специальному мероприятию, немножко высадить кожу под глазами. В основе этих паток идут обычные такие базовые увлажняющие компоненты. Я говорю о глицерине, который хорошо очень притягивает, да, влагу из воздуха, из внутренних слоев кожи. При этом есть еще неацинамид. И неацинамина здесь достаточно много, и это хорошо, потому что, опять же, это поможет слегка высветлить эту зону. Здесь также еще есть несколько экстрактов. Есть центелла азиатская, которая хорошо успокаивает кожу. Это, конечно, очень большой плюс, но меня смущает наличие отдушки. Я даже не имею в виду именно запах розы, который достаточно интенсивный, и я этот запах не очень люблю. А в принципе, что есть такой фрагранс, то, что называется, да, именно искусственная отдушка в составе. Зона под глазами очень чувствительная, и для этой зоны нужно использовать именно минимальное количество раздражающих ингредиентов. Не смотря на то, что состав у нее действительно классный, но вот средства с отдушками я не очень люблю. Поэтому, если вы любите такого рода патчи, то думаю, что вам понравится, действительно, состав очень классный. Но я не любитель, и считаю, что все-таки это такой сос для меня однозначно средство. И, кстати, из этой же линейки с болгарской розой мне еще прислали вот такой вот крем на обзор. Я знаю, что многие из вас его любят, но я его не успела хорошенько распробовать. Поэтому сегодня расскажу больше о таких своих первых впечатлениях. Этот крем, он является достаточно таким плотным по текстуре, именно для моего типа кожи. Я очень всегда осторожно пробую такие средства, потому что чуть более плотное средство, чуть больше там каких-то масел. И я утром просыпаюсь, у меня появляются мои любимые комедоны. Крем этот точно так же, как патчи, очень сильно пахнет розами, поэтому, если вы не любите этот аромат, однозначно его не пробуйте. Но по текстуре он достаточно такой шелковый. Я не могу сказать, что он имеет такую очень жирную такую текстуру. Знаете, когда наносите, этот крем прям чувствуется на лице. Нет, он достаточно такой легкий. Но, тем не менее, в составе у него есть несколько видов масел. Есть жирные спирты, которые создают пленку на лице и тем самым оставляют всю влагу внутри. Крем у меня этот не вызвал ни высыпаний, ни покраснений, ни раздражений. Но все-таки это не мой фаворит, потому что на мой вкус и на вкус моей кожи немножечко он плотнее, чем нужно. Но если у вас кожа сухая, если у вас кожа возрастная, если вам нужно именно такое питание, то думаю, что вам это средство понравится. К тому же основа этого крема это розовая вода, там ее 60%. Это очень хорошо с точки зрения снятия покраснения, именно успокоения кожи. Я очень люблю розовую маску с розами, вернее маску от бренда Fresh. Очень классный американский бренд. И вот с тех пор, как я эту маску попробовала, я средство с розами начала потихоньку включать свой уход. Поэтому, если вам хочется такого более питательного крема, если по описанию вы чувствуете, что это ваше, то обязательно его попробуйте. Зато для своей кожи я нашла другое очень классное средство. Вот этот вот крем, а вернее гель-крем от бренда Eye Unique. Я об этом бренде раньше никогда не слышала, но в последнее время он становится очень популярным. Многие мне рекомендовали попробовать это средство именно для моей комбинированной жирной кожи. Средство это полностью называется Centella Calming Gel Cream. Как вы уже поняли из названия, центелла азиатской здесь много. Я очень люблю этот ингредиент. Моя кожа получает большое удовольствие, когда я пробую разные средства с этим ингредиентом. Кроме того, здесь в составе есть еще не ацинамид. И у него очень легкая текстура. Мне кажется, что он идеально подойдет тем, у кого есть жирная кожа. Особенно сейчас, например, в весенний-летний период. В этом средстве есть еще большое количество различных экстрактов. Есть также гиалуроновая кислота. В общем, такие базовые, хорошие увлажняющие ингредиенты. Есть даже вода чайного дерева. Именно вода, а не масло. Масло чайного дерева, оно более интенсивное. У него более интенсивный запах. И оно может иногда раздражать кожу. Вода чайного дерева в разы мягче воздействует. Но при этом у него есть такой антибактериальный успокаивающий эффект. Опять же, что делает это средство отличным, подходящим именно для жирной и проблемной кожи. Я обязательно закажу это средство для себя еще раз. Оно достаточно бюджетное. У него хороший, простой, понятный состав. Который подойдет идеально на как раз таки весну и лето. Я использовала его как утром, так и вечером. Именно на последнем этапе ухода. И поскольку у него достаточно простой состав. В принципе, оно дружит с большим количеством разных ингредиентов косметики. Давайте сегодняшнее видео закончим очень большим открытием. Средством, которым я хочу обязательно с вами поделиться. Итак, многие из вас говорили, что обязательно нужно попробовать что-то от бренда Huxley. Это такой более люксовый бренд. Именно с точки зрения и цены, и качества. Но все, что я смотрела всегда от этого бренда, было нацелено больше на такую сухую кожу. Кожа, которая требуется дополнительное, что ли, такое глубокое питание и увлажнение. Я пересмотрела все их средства и выбрала то, которое максимально может подойти именно моему типу кожи. Потому что, как вы знаете, я не люблю такие плотные текстуры. И всегда боюсь, чтобы у меня не было дополнительных каких-то высыпаний. Я выбрала вот этот вот крем, который так и называется Cream Anti-Gravity. Мне очень нравятся их минималистичные дизайны, их минималистичные составы. И в принципе, их такой концепт. Этот крем, на мой взгляд, обладает абсолютно уникальной текстурой. Этот крем, который просто растворяется у вас на коже и создает такую невероятную тонкую увлажняющую пленку. Когда я его первый раз открыла и сделала такой небольшой сводч на руке, я подумала, что ой нет, это средство точно не для меня. Оно будет забивать поры, оно немножко такое маслянистое, наверняка это моей коже не подойдет. Но я все-таки, конечно, его попробовала и до сих пор, в принципе, в течение последних нескольких недель, не каждую ночь, но я его постоянно использую. В основе этого крема и, в принципе, всех продуктов от Брэда Хаксли идет экстракт определенного кактуса. Так вот, этот кактус, он известен своими смягчающими и очень питательными свойствами. Он также является очень сильным антиоксидантом, в нем есть еще различные аминокислоты, в нем есть большое количество полинасыщенных жирных кислот. Это очень важно для нашей кожи, именно с точки зрения поддержания хорошего, правильного липидного барьера. А пленка от этого крема образуется за счет наличия сквалана, это очень такой естественный ингредиент для нашей кожи, это то, что в нашей коже уже есть, это такая часть нашего липидного барьера. При этом еще добавлены масло ши, также есть еще жирный спирт, различные экстракты, бета-глюкан, это все, что очень хорошо смягчает действительно кожу. Поэтому кроме такого очень приятного растительного аромата, этот крем создает вот просто комфорт на коже, вот когда хочется кожу как-то укутать, вы знаете, ощущение вот такого теплого одеяла создать на коже, когда она раздражена, и защитить ее от внешнего воздействия. Если, например, вы живете в большом городе, где нужно дополнительно защищать свою кожу от внешних отгрессоров, от загрязнения воздуха, то этот крем отлично подойдет. Ну и, конечно же, в особенности подойдет тем, у кого сухая кожа, если у вас комбинированная склонна к сухости и возрастная кожа. Я очень надеюсь, что сегодня вам было интересно, если вы хотите узнать, что стоит попробовать именно из европейской косметики, то переходите обязательно к этому видео. Спасибо, что были со мной, ну и до встречи в новых видео. Пока-пока!